Заседание Совета Безопасности объявляю открытым. Предварительная повестка дня данного заседания гласит положение на Ближнем Востоке. Повестка дня утверждается. На основании правила 37 временных правил процедуры Совета я приглашаю представителей Австралии, Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Катара, Кипра, Коста-Реки, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Мексики, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Румынии, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Словакии, Словении, Турции, Финляндии, Хорватии, Чешской Республики, Швеция, Эстония принять участие в данном заседании. Решение принимается. Теперь Совет Безопасности приступит к рассмотрению пункта 2 повестки дня. Я хотел бы обратить внимание членов Совета на документы С-2016-846 и С-2016-847, содержащие, соответственно, тексты двух проектов резолюции. Сейчас я предоставляю слово тем членам Совета, которые желают выступить заявлениями до голосования. Я предоставляю слово его превосходительству господину Жан-Марко Эро, министру иностранных дел и международного развития Франции. Я прошу вас, господин министр. Благодарю вас, господин председатель. Перед лицом невыносимых мучений Алеппо, Совет Безопасности вновь призван выполнить ту ответственность, которую возлагает на него международное сообщество, выступить в качестве гаранта мира, обеспечить международную безопасность и оградить гражданское население. Мы вчера выслушали выступление спецпосланника ООН Стафана Домистуры. Его описание ситуации – это ведь голос тревоги. Если это будет продолжаться, мы до конца года будем наблюдать полное разрушение Алеппо. Призыв Стафана Домистуры обращен в адрес Совета Безопасности и обращен самым однозначным образом. Если мы не отреагируем на это, этот город превратится лишь в груду руин, и в истории он останется как город, население которого было брошено на резню. И почти 15 дней тому назад я в Совете призывал от имени Франции к незамедлительному прекращению огня. И с того момента мертворожденный договор, мертворожденное соглашение, поэтому вопрос не позволило этого сделать. И сирийский режим приступил к жесточайшему достижению своей цели. И цель эта никак не связана с терроризмом, с борьбой с терроризмом. Это цель капитуляции Алеппо, Дарая, Хама, Алеппо. Каждый раз мы наблюдаем одну и ту же тактику сирийского режима. Это бомбардировки без разбора, методическое уничтожение гражданской инфраструктуры с тем, чтобы причинить максимальный уровень страданий для населения. И, наконец, это перекрытие подачи питьевой воды в Алеппо. Постоянное нацеливание на больницы и медперсонал. Каждый раз в этой связи мы видим, что всеми силами Дамаск стремится достичь. Единственную цель это заставить население бежать из города и фактически провести опустошительную этническую чистку. Как можно это коллективно терпеть? Генеральный секретарь, он говорит о военных преступлениях. Нам всем помнится о том, что было в Гернике, в Сребрянице, в Грозном. То, что происходит перед нашими глазами в Алеппо, представляет собой зловещее напоминание об этих трагедиях. И международное сообщество, если не станет действовать, будет причастно к этой ответственности. Режим и его сторонники претендуют на то, что они борются с терроризмом. И вот эту ложь я хотел бы отвергнуть самым решительным образом. Башар Алясад не ведет войны с терроризмом. Он, наоборот, его подпитывает. Начиная с самого начала конфликта, он в первую очередь стремился уничтожить умеренную оппозицию и фактически вступил в смертоносный союз вместе с Дайшем и Аль-Каидой. Это его объективные союзники, которые преследуют совершенно очевидные цели. Франция заплатила высокую цену в связи с терактами. Мы намерены самым решительным образом вести борьбу с терроризмом, однако никак не позволим выхолачивать эту цель. И выхолачивание как раз связано с такими карательными акциями, которые в конечном счете ведут к опустошению города от населения, уничтожению больниц, голоду гражданских лиц, уничтожению женщин, детей. Это осад, как это бывало в Средние века, для того, чтобы в конечном счете подпитывать радикализацию терроризма. Это смертоносный адский цикл. Действовать необходимо неотложно. И перед этим ужасом Совет Безопасности должен пойти на очевидные шаги, потребовать незамедлительного прекращения наступления на Алеппо, обеспечить прекращение бомбардировок со стороны режима его союзников, потребовать доступа для гуманитарной помощи и обеспечить то, что отчаянно необходимо для населения Алеппо. Именно по этой причине Франция вместе с большинством членов Совета постоянно твердит об этом. Неделю тому назад вместе с Испанией мы выдвинули проект резолюции. Весьма простой документ, который и откликается на такой неотложный призыв. Что сказано в этом тексте? Там со всей очевидностью подтверждается, что недопустимо абсолютно, чтобы сирийский режим причинял такую слепую агрессию в отношении собственного народа. Об этом неустанно говорилось в Совете с самого начала кризиса. Перечислены условия для установления прочного и устойчивого мира, для долговременного решения, чтобы в конечном счёте обеспечить единство действий вокруг такой важной цели для всех нас, как борьба с терроризмом. Этот проект также предусматривает чёткие и ясные требования незамедлительное прекращение бомбардировок и военных, болётов военной авиации на Далеппо, доступ к документарной помощи, соблюдение прекращения огня при гарантиях со стороны эффективного механизма проверки при открытых условиях, прекращение всех форм поддержки или сотрудничества с террористическими группировками, так как их обозначил Совет Безопасности, возобновление политического процесса. Определённым кругом хотелось бы прекратить в первую очередь воздушные удары в связи с ударами по группам террористов. Здесь очевидно, что бомбы падают на город и на головы гражданского населения. Нет чёткого разгончения между террористами и населением. Поэтому самым неотложным образом необходимо прекратить бомбардировки. Это первое непреложное условие, которое обуславливает все следующие шаги. Этот проект резолюции мы представили на обсуждение, вели обсуждение в духе доброй воли для того, чтобы охватить всё международное сообщество и повести его к одной простой цели. Здесь были законы озабоченности, высказанные. Я с открытым сердцем готов был работать до последних дней, последних часов для того, чтобы добиться консенсуса, действуя предельно искренне, без каких-либо задних мыслей, исходя исключительно из того, чтобы добиться восстановления мира в Сирии, для того, чтобы прекратить мучения этого народа, для того, чтобы обеспечить прекращение ужасающей драмы для миллионов беженцев и перемещенных лиц. Я считаю, что подавляющее большинство членов Совета безопасности понимает и поддерживает такой курс. Принятие этой резолюции может дать населению Алеппо, сирийскому народу, всем нам новый луч надежды. Надежды на то, чтобы вырваться из спирали насилия, чтобы добиться новой политической динамики, опираясь на незамедлительное возобновление переговоров по переходу в связи с чем Совет безопасности почти год назад единодушно установил контуры. Если, несмотря на широкую поддержку, наш проект будет отклонен, что останется? Еще больше смертей, еще больше беженцев, еще больше перемещенных лиц. Но нельзя ни сдаваться, ни отказываться. Необходимо, чтобы каждый понимал последствия таких очень серьезных шагов, потому что виновные в военных преступлениях не останутся безнаказанными. Тот, кто применил химическое оружие, они будут выявлены и будут наказаны. Те, кто помогают режиму, также берут на себя ответственность за последствия. Господин председатель, в 2011 году народ пошел на мирное сопротивление угнетению, и после пяти лет варварских репрессий этот народ не останавливается. Он готов терпеть ужасающие испытания перед лицом бесчеловечного обращения со стороны режима террористов дальше и нусры. Я призываю совет исполнить свою ответственность, спасти население Алеппо, добиться мира и заставить сирийский режим прислышаться к давним призывам. Главное сейчас судьба населения Алеппо. И мы должны все-таки наконец положить конец конфликту, конфликту, за который мы все заплатим в плане его дальнейших последствий. Перед лицом очень серьезных последствий в связи с тем, что эта резолюция будет отклонена, надо сказать, что для Башара осадов возникнет еще одна возможность продолжать убийство. Это еще одна подпитка для террористов. Надеюсь, что Совет Безопасности этого не допустит. Теперь я предоставляю слово представителю Испании. Прошу вас.